Что сейчас происходит в регионе, узнаем вместе в студии Дианы Чеченидзе. Добрый день и вот главные темы. Каждый год поисковики придают земле до десятка тысяч погибших, но не похороненных воинов. Сегодня в России день неизвестного солдата. Готовься к открытию переправы на Реушингу. Курсировать туда будет буксир. Как часто. Заявка на лидерство оформлена. Ждем результат. 7 проектов комфортной городской среды представят по море на федеральном уровне. Но вначале смертельное ДТП на трассе Архангельс-Северодвинск. Легковушка столкнулась с грузовиком и внедорожником. Погибла женщина. По какой-то причине легковушка начала смещаться навстречу и зацепила переднее колесо КамАЗа. У Лады пробило колесо. Машина окончательно потеряла управление и врезалась в кроссовер, который ушел следом за самосвалом. В результате лобового столкновения женщина-водитель Лады погибла на месте. Кроссовер съехал в кювет. Водителя доставили в больницу. Обстоятельства ДТП объясняются. 6 декабря откроют переправу на Реушеньку. Доставлять людей на остров будет буксир, а не аэросани, как прежде. Пока островитяне смогут держать связь с Большой землей только раз в неделю по воскресеньям. Для этого власти изменили расписание движений буксиров на переправе 22 и 23 лесозавода. До 12.30 движения буксиров будут проходить по расписанию. С 12.30 буксир с людьми с 22 лесозавода пойдет на деревню Реушенька. Далее он с деревни Реушенька выйдет в порт экономия, где будет стоять 2 часа ждать людей. И соответственно потом идет на деревню Реушенька и обратно на 22. Далее работает обратно по своему расписанию. Такое сообщение будет действовать в период ледостава. Сегодня в России день неизвестного солдата. Пропавших без вести на войне осталось более 4 миллионов. Каждый год поисковые отряды придают земле до десятка тысяч погибших, но не похороненных солдат. Только в Архангельской области с войны не вернулся каждый третий воин. Тему продолжит Александр Богданович. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Эти слова написаны на монументе у Кремлевской стены. Именно туда 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата был перенесен с братской могилы. Война навсегда забрала сотни тысяч красноармейцев, мужей, отцов, сыновей. Архангельская область оказалась прифронтовым регионом. За годы войны отсюда отправились на фронт четверг мужского населения. Но домой с войны не вернулся практически каждый третий. Огромное количество архангелогородцев ушло на защиту Сталинграда. А большие команды, тоже огромные команды, отправлялись на Карельский фронт. И если мы сейчас смотрим по статистике потерь, по книге памяти Архангельской области, мы видим, что архангелогородцы воевали на всех фронтах и гибли по всей линии фронта. От Северного Ледовитого океана до Черного моря. И дошли они до Праги и Берлина. Памятная дата отмечается с 2014 года. В этот день вспоминают всех, кто отдал жизнь за Родину. Замерное небо над землей, но чьи имена так и не удалось установить. 3 декабря также принято считать профессиональным праздником поисковиков. В последние годы, благодаря их работе, число безымянных красноармейцев уменьшается. Родственники, наконец, узнают о судьбе своих прадедов и могут придать их прах земле. Сегодня в нашем регионе 32 поисковых отряда, объединяющих более 400 человек. В этом году они провели 20 поисковых экспедиций. Работы велись в основном в Карелии и в Ленинградской области. Больше 150 наших поисковиков приняли участие в этих поисковых работах. Ну и по итогам, значит, у нас 183 бойца подняты, значит, подняты именные вещи, 13 именных вещей, найдено 9 медальонов. То есть, в принципе, результаты неплохие. Всего же участники поискового движения России за 6 лет работы подняли останки более 120 тысяч советских солдат и офицеров. Установлены около 6 тысяч имен и судеб. Но война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И как же много еще потребуется времени, чтобы вернуть воинов из безызвестности. Александр Богданович, Денис Линчевский, Регион 29. В День неизвестного солдата по всей стране проходят уроки памяти. Такой состоялся и для ребятка детского класса Уимской школы. Ученики узнали о поисковом движении, о целях, задачах и как проходит экспедиция, как идет работа в архивном батальоне. Я в будущем очень хочу попробовать поучаствовать в поисковом движении России и почувствовать, попробовать на себе, каково это, разыскать вот этого неизвестного солдата и узнать о нем информацию. Отметим, что единые уроки, посвященные Дню неизвестного солдата, состоялись во всех муниципалитетах Архангельской области. Семь проектов комфортной городской среды представят поморье на федеральном уровне. Они будут участвовать во всероссийском конкурсе. Его организует Минстрой. И шансы на победу у региона есть. Четыре проекта благоустройства от Архангельской области уже становились победителями прошлых лет. Набережную Вельски благоустраивают уже три года. Здесь привели в порядок южную и центральную ее части. Кстати, проект «Последний» попал в реестр лучших всероссийских практик по программе формирования комфортной городской среды двумя годами ранее. Вообще, в последние годы заметно, что благоустройство ведется. Ломоносовская аллея, ну вообще ее неплохо сделали. Мне кажется, что здесь даже людей прибавилось. Вот так вот и летом гуляли, и зимой сейчас с детками. В этом году Вельск тоже намерен в федеральный реестр попасть с Ломоносовской аллеей. И хоть в 21-м году ее еще предстоит доблагоустраивать, на это выделены дополнительные деньги, выглядит она уже презентабельно. В ходе реализации немножко добавили новшеств. Это в плане, так как это Ломоносовская аллея, мы установили там памятник молодому Ломоносову. Ломоносов, соответственно, сейчас это местная достопримечательность, которой посещают и гости города, и наши величане с удовольствием там отдыхают. Конкурс лучших реализованных проектов благоустройства проводится Минстроем России ежегодно. И по правилам программы формирования комфортной городской среды, участие регионов обязательно. В этом году по Амуре представилось семь заявок, причем отобрали их из 17 муниципальных образований региона. Среди них, к примеру, парк Ломоносовский в Коряжме и общественная территория около 28-го дома на улице Партизанской в Архангельске. Конкурсная комиссия федеральная смотрит эти практики на предмет того, насколько они современные, эффективные, красивые, комфортные, удобные для людей. И, включая их в федеральный реестр, рекомендует для применения другим регионам. Шансы на победу во всероссийском конкурсе неплохие, ведь в списке лучших проектов по стране наш регион в прошлые годы уже отметился четыре раза. Экопарк в Котласе, улица Нечаевского и набережная Вельске, а также дворовая территория на Ломоносово в Северодвинске. Артемия Заварзина, Нарязанова, Анатолий Квасков, Ольга Красулина, Регион 29. Такие новости. Итоги четверга в 19 ровно. Ждем вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова